Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Мужчина при переписке часто шлет фото интимного характера. Однажды даже прислал видео, достаточно жесткой тематики. Человек творческий, пишет стихи и книги. Говорит, не стесняется своего тела, и мне говорит, что если я стесняюсь, мне надо ходить в пальто. Круглогодично. Ну, то есть, постоянно. Думаю, это ненормально. Такие фото. И откажу ему во встрече, если будет продолжать их слад. Он был женат, преподносит все в суточной форме, что за свою долгую жизнь ничему так и не научился. Не знаю, что и думать, стоит ли мне с ним общаться и видеться, если он того не хочет. Как собеседник, он достаточно интересен. Здесь у меня несколько вопросов. Первый вопрос. Для чего даты рождения, я так понимаю, обращаясь к психологам, как бы дата рождения не так важна. Вот. То есть, конечно, возраст имеет значение. Ну, безусловно. Но я не очень понимаю, для чего вы указали свой и возраст мужчину. Тем не менее, очевидно, что он старше вас на 11 лет. Судя по тому, по крайней мере, что я могу видеть. Разница в возрасте достаточно большая. Это первое. То есть, тут с точки зрения психологии есть свои нюансы. Я о них, пожалуй, пожалуй. Говорить сейчас, наверное, не буду, потому что не вижу для этого, так скажем, оснований каких-то, вот, серьезных, по крайней мере. Но, если вас интересует, вы можете сами, в принципе, как бы этот вопрос изучить. Я думаю, что нужная информация достаточно легко вами будет найдена. При желании, да, и вот, ну, если вы поставите себе такую цель. Вот. Это первое. Второе. Довольно странно, странно, что вы, на мой взгляд, довольно странно, что вы спрашиваете нас о том, стоит ли общаться с человеком. Почему это странно? Потому что вы взрослый человек. И вы, мне кажется, вполне можете решить сами. Хотите ли вы общаться с ним? Не хотите ли? Стоит или не стоит? Вы, на мой взгляд, ну, как вам, как вам сказать, вы, на мой взгляд, перечислили некоторые моменты, да? Ну, вот, которые вы озвучили, да, которые вы назвали, которые вы указали. И, понимаете, штука в том, как мне кажется, штука в том, что кому-то это могло бы показаться не критичным. Кому-то это могло бы показаться не серьезным. Я даже вам, в принципе, сам могу сказать и скажу о некоторых нюансах, которые мне кажутся важными. Ну, вот, в данном контексте, в данном случае и так далее. Я вам сам об этом скажу. Вот. Но вы перечислили эти моменты. И для вас эти моменты, судя по тому, что мы можем видеть, важны. то есть вы не встречаете эти моменты с принятием, с откликом, с ну, это прозвучит, возможно, немножко громко, да, с воодушевлением. Не встречаете. То есть разные вы здесь. А поскольку вопрос касается интимной жизни, а без интимной жизни построить отношения мне окажется мягко говоря затруднительно, то я думаю, что если люди в интимной жизни не несовместимы, если люди в интимной жизни в представлениях, во взглядах на интимную жизнь достаточно различаются, скажем так, то конечно же это в будущем может стать серьезной проблемой. Это может стать причиной ссор, это может стать причиной ну скажем так конфликтов, да, это может стать причиной негативных каких-то переживаний, как вот например с вашей стороны или с стороны мужчины. вот достаточно это серьезный момент. Кроме того, на мой взгляд, это же показывает и то, ну какой человек может быть по своей организации, ну духовной например, организации, да, давайте вот так скажем, какой это человек по своим взглядам, по своим ценностям, вот, и на мой, на мой скромный взгляд, по моему вот скромному мнению, по моему скромному мнению, это игнорировать довольно опасно. Причем, человека здесь получается уже как бы занимают такую позицию, что вот я прав, раз, а ты нет. То есть с его стороны нет принятия ваших особенностей, особенностей, как будто бы с вами он, ну вот, знаете, как будто бы он с вами не считается. Понятно, что это всего лишь предположение и нужно брать как бы весь контекст общения в целом. Такой возможности у меня в данном случае нет. Вот, нет информации, которая необходима для того, чтобы такой анализ провести пока что. Пока что. Нет такой. Нет такой информации. Вот. Но я могу уже сейчас сказать, что вот определенные так скажем, ну определенные сложности какие-то на мой взгляд присутствуют. Теперь если мы говорим конкретно о мужчине, да, то творческий человек не поддается и не подходит под скажем так классические какие-то рамки, да, потому что творческие люди они на самом деле вот немножечко всегда не от мира всего и у них принципиально иное ну принципиально иное восприятие, да, принципиально иное отношение к миру, к людям и к себе. И штука здесь вся заключается в том, что вы либо можете этот факт для себя ну принять да, то есть либо вы принимаете как-то этот факт, что человек вот он другой, он отличается от нас, от вас, вот, либо вы принимаете этот факт, либо нет. Если нет, то конечно, ну вот в этом случае, вот в таком случае я бы сказал, что опять же ваши отношения они обречены, да, они обречены, потому что если вы не можете принимать то, что человек такой, вы не обязаны, я сразу подчеркну, что вы не обязаны этого делать, вот, я сразу хочу уточнить, что вы не должны принимать того, что вот, ну, что вам не по душе, но если вы не принимаете, то, опять же, как бы, ну, вряд ли, вряд ли это изменится, вот, если изменится хорошо, если изменится хорошо, но практика, она вот такова, что, ну, как правило, это не меняется, как правило, повторюсь, как правило, всегда возможны исключения, и всегда возможны какие-то нюансы, понятно, что поведение, поведение мужчины может быть защитной реакции, то есть, понятно, что человек может вести себя так по причине того, что он чего-то боится, боится сближения, боится какой-то открытости, боится какой-то, может быть слабости и так далее. Вот, но опять же, опять же, что это меняет? Понимаете, то есть, что это меняет для вас? На мой взгляд, если, если, ситуация такова, что вы в себе, например, сомневаетесь, то есть, если вы сомневаетесь в том, стоит, не стоит и так далее, то я бы, конечно, рассматривал бы и расценивал бы, то ваши сомнения я бы рассматривал и расценивал бы, как все-таки действия в, ну, знаете, в сторону того, чтобы не поступать каким-то образом. Потому что, моему взгляду, если возникает сомнение, то получается, как бы, что человек себя заставляет. Мне кажется, мне кажется, что заставляет себя в том, что, ну, вот, в том, что касается личных отношений, в том, что касается вашего досуга, это досуг. Вот, мне кажется, что это насилие над собой. Потому что, ну, в конце концов, я думаю, что мы хотим общаться с людьми, которые дают нам возможность расшириться. Мы хотим общаться с людьми, которые дают нам возможность как-то вот развиваться. Можно ли, можно ли, в данном, можно ли в данном случае говорить о развитии? На мой взгляд, конечно, в этом смысле нет. да, вы, 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 вы пишете, что человек вам интересен как собеседник, и я полагаю, что вот терять его как собеседника вам не хочется. на мой взгляд, здесь довольно опасная дорожка. Я попробую пояснить, пояснить, почему. Дело в том, что если вы общаетесь с человеком, и терпите, терпите, ну, терпите, скажем, это может быть слишком громкое такое заявление, да, если вы терпите то, что вам не нравится, только потому, что он интересный собеседник, то возникает сразу несколько моментов. Во-первых, понимание того, до какого уровня, до какого предела вы готовы как бы с таким человеком общаться. Вот, то есть общаться как друзья, общаться как собеседники, супер. Другое дело, если вы хотите чего-то большего, да, вот тут как бы возникают уже, понятное дело, сложно, ну, сложно что. И очень легкий это путь, на мой скромный взгляд, очень легкий путь к зависимости. Поднимает это вопрос и о том, насколько вам интересно ваше окружение. то есть насколько вам интересны люди, которые вас окружают. И в какой-то степени не сублимируете ли вы свою неудовлетворенность общением с этим человеком. В этом случае имеет смысл как бы задуматься о реформировании вашего окружения, а не держаться за человека, понимаете, потому что общение не может быть свободным, когда я не могу свободно в любой момент его закончить. вот. Естественно, естественно, то, о чем я сейчас говорю, это предположение, да, и мне бы очень хотелось, чтобы вы как-то особенно серьезно к этому не относились к утверждению моему, потому что, ну, все-таки тут возможны некоторые дефиниции, тут возможны некоторые дефиниции, которые имеют смысл учитывать, а информацию об этом можно получить только из диалога с вами. Вот. Но в любом случае, в любом случае, интересный собеседник это не значит интересный и или подходящий мужчина. Да, как бы. То есть, вот, ну, есть разница. Поэтому я бы вот хотел на это вам указать, указать, ну, с точки зрения психологии. На этом все. Я надеюсь, что мой ответ был вам полезен, интересен. Я желаю вам всего самого доброго, удачи, обращайтесь за помощью, вам она пригодится.